МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Опенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как избавиться от запаха очередное обращение в рубрику Городской дозор. 6 ноября, Всемирный день мужчин, что желают саровчанки сильной половине человечества. Максимальная разобщенность в школах продлили действия санитарных правил до 2024 года. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство России утвердило индекс изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, в первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет, а во втором индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%. С 2021 года средний размер индексации тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля не превысил 3,3%. Согласно ЖК России, платы за коммунальные услуги включают в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую, тепловую энергию, газ, в том числе бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение источных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами. Три недели жители дома на Шверник-47 жалуются на невыносимую вонь в подъезде. В подвале прорвало канализацию, но быстро устранить проблему коммунальщики не смогли. Устав от неприятных запахов и бездействия управляющей компании, жители обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Ужасный запах в подъезде на улице Шверника-47 стоит уже третью неделю. Чтобы проветрить первый этаж, жители даже открыли входную дверь. Прорыв канализационной трубы происходит в этом доме уже не первый раз. Каждый год жильцы звонят с одним и тем же вопросом в управляющую компанию. Дело доходило и до депутата избирательного округа Александра Тихонова. Мы спустились в подвальное помещение, чтобы проверить, что там происходит. Грязная вода была разлита по всему подвалу. Где-то было даже слышно, как вода до сих пор течет из поврежденных труб. Нам удалось поговорить о сложившейся ситуации с главным инженером управляющей компании. По его словам, во втором подъезде дома жители регулярно засоряют канализацию, потому что не соблюдают правила ее эксплуатации. А количество прочисток труб уже превышает регламентные работы. Люди абсолютно не могут пользоваться бытовой канализацией. То есть вылавливаем тряпки, вылавливаем наполнители, кошачьих туалетов. Это все вызывает засоры. У нас три заявки на засоры было. То есть мы в течение двух недель трижды сюда выезжали на засор. Рабочие уже заменили отдельные участки канализации. Представители управляющей компании управления домами в Сарове также обещали в течение дня откачать скопившуюся в подвале воду и произвести санобработку. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Саровчане смогут принять участие в географическом диктанте 2021. Международная акция Русского географического общества пройдет уже в седьмой раз. Проверить свои знания можно с 14 часов 14 ноября до 14 часов 24 ноября по московскому времени на сайте диктант.рго.ру. До 13 ноября на портале доступен демонстрационный вариант геодиктанта 2021. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме. Теперь на портале Госуслуг можно будет подать заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Это избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, прокомментировал Михаил Мишустин. Государственным и муниципальным поликлиникам и больницам запретят навязывать пациентам платные услуги вместо бесплатных. Следить за этим поручит Росздравнадзор, говорится в новых правилах представления платных медуслуг, которые разработал Минздрав. Документ проходит общественное обсуждение. В нем также уточняется, что вся информация о представляемых учреждениями здравоохранения платных услугах должна быть открытой и доступной для потребителя. Медицинская организация обязана разместить ее на своем сайте, а также в помещениях на информационных стендах. В числе сведений должен быть полный перечень коммерческих услуг с указанием цен, а также список медработников, которые их могут оказывать. По каждому сотруднику должна быть информация о его квалификации и образовании. Кроме того, медорганизация обязана указать те категории льготников, которые могут получить скидку на платную медицинскую помощь. Опасное вождение на дорогах будут наказывать штрафом. Соответствующая мера прописана в проекте нового кодекса об административных правонарушениях, которые в ближайшее время будут внесены на рассмотрение правительства. В случае его одобрения россиян будут наказывать такие нарушения, как несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП или же препятствования обгону. Заплатить придется до 3000 рублей. В России решили продлить розыгрыш призов среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства. Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года, отмечается в сообщении. Победители получат по 100 тысяч рублей. Роспотребнадзор продлил действия санитарных правил по работе образовательных учреждений, в частности школ и вузов, в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовых актов в среду 3 ноября. За каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. При этом расписание самих занятий, а также перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Кроме того, в школах запретят массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок. Это не касается организаций среднего, профессионального и высшего образования. Организации дополнительного образования и досуговых организаций, добавляет газета РУ. Врач-инфекционист Илья Акинфеев предупредил о возможной отмене новогодних гуляний из-за большого количества заболевших коронавирусом. Его слова передает ура.ру. Как объяснил специалист, новые меры вводятся с оглядкой на число госпитализированных пациентов и свободных коек. Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. Рассказал он, отметив, что на этот фактор будут смотреть и в преддверии новогодних праздников. По словам Акинфеева, именно по этой причине в ноябре по всей стране объявили нерабочие дни. Он предположил, что в будущем к этой практике прибегать не будут, так как это достаточно тяжело для экономики. Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу, добавил он. Слова о ковидных каникулах россияне поняли буквально сразу после объявления о наступлении нерабочих дней на 60% вырос спрос на поездки за границу. Что нужно учитывать при возвращении домой и кому положено сдавать ПЦР, расскажем в следующем репортаже. Прилетел из-за границы, сделай тест на ковид-19. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. Тот, кто возвращается домой из других стран, должен выполнить ряд условий. Люди, пребывающие из-за границы, в течение трех дней должны сдать тест на ковид-19 с помощью ПЦР в течение трех дней и сидеть на карантине до ожидания результатов этого теста. Кроме тех людей, которые в последние 12 месяцев имеют вакцинацию и в последние 6 месяцев переболели ковид. Также в течение четырех дней необходимые документы, результаты теста или сертификаты нужно загрузить на портал госуслуги. Год назад существовал перечень стран, в которые выезжать не рекомендовали. Сейчас же из-за роста заболеваемости для всех стран установили единые требования. Если человек приехал за границу, у него оказался положительный тест, он попадает в разряд больных, и уже тогда применяются методы карантина к тем, кто с ним живет, проживает. Это уже другое, это уже как он больной появляется на карантине сидит. А пока не подтвержден, что он больной, никаких карантина для учениковой семьи нет. С 8 октября изменилась форма регистрации граждан, приезжающих в Россию и за границей. В заявлении на портале госуслуги скорректировали список необходимых данных о рейсе и личности пассажира. После заполнения анкеты выдают QR-код, который нужно предъявить инспектору в пункте пропуска при пересечении границы. Важно, что заполнение анкеты на портале освобождать от заполнения бумажного заявления. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саров полон удивительных, талантливых и выдающихся личностей врачи, спортсмены, депутаты, актеры, ученые, вокалисты и предприниматели. Люди, которые вносят большой вклад в развитие города и его жителей, прославляют по всей стране и в мире. О таких людях рассказывает наша программа «Лица Сарова». Очередным ее героем станет Вячеслав Лопашов. Вячеслава Лопашова знают многие в городе. Он начинал активную общественную жизнь еще с самой молодости. Да и до сих пор он активный и вдохновленный. А с молодыми людьми Вячеслав Викторович всегда на одной волне. И неудивительно, в далеких 90-х он работал в отделе по делам молодежи и даже успевал снимать передачу про свою деятельность на канале «16». Мы монтировали ночью всегда обычно, где-то до двух ночи, до трех ночи. Это был такой образ жизни. То есть каждый монтаж – это не только не тяжелая работа, это праздник. То есть мы сидим, мы там, чай, самовар, потому что все долго, длинно. Сейчас только ленивый не знает о городском музее и военно-исторической миниатюре. Ведь он уникален. Свою большую коллекцию Вячеслав Лопашов собирал на протяжении 50 лет. Увлечение началось с обычных игрушечных солдатиков. А теперь музей пользуется популярностью в городе и за его пределами. Гости там, ребята, когда приходят, они показывают, у меня вот это есть, у меня вот это есть и это есть. Начинается какой-то там культурный обмен какой-то. Кто-то себе что-то приносит, что-то новенькое, глаза разгораются, хочется еще что-то такое. Потом появились вот эти солдатики уже, ну, как мы их называем, военно-исторические миниатюры. То есть это объемные, литые, крашенные вручную. О том, как появились 25 молодежных организаций в городе, о походах по горам Кавказа, о работе инженером-испытателем и многом другом, Вячеслав Лопашов расскажет в новом выпуске «Лид Сарова». Смотрите передачу «Воскресенье» в 20.00. Уникальное место закрытого города. Его строили еще при жизни преподобного Серафима Саровского. Осветил храм 3 июля 1834 года архиепископ Тамбовский Ишацкий Арсений. Позднее его обнесли каменной оградой, а к концу века пристроили южный притвор. А сам храм сделали зимним. Вот у каждого храма свое лицо, свои какие-то особенности. Если говорить про храм всех святых, то его особенности – это единственные сохранившиеся росписи Саровского монастыря в стиле Арзамасской ступенской школы, которые можно увидеть в Воскресенском соборе Арзамаса, например. И то, что это первый храм, с которого началось возрождение. Православие в Сарове. Как один священник сказал, что этот храм можно сравнить с корнем дерева, а остальные храмы уже со стволом, с ветвями. В каком стиле построен храм? Какие святыни хранит? Как пережил период гонения на православную веру в Советском Союзе? Ответы на эти и другие вопросы о богатой истории храма всех святых вы найдете в новом выпуске программы «Пешком по Сарову» 11 ноября в 19.45. В первую субботу ноября мы отмечаем Всемирный день мужчин. В этот день все внимание направлено исключительно на представители сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут прежде всего женского внимания и приятных слов. Они помогают нам приносить сумки из продуктового магазина. Они заправляют нам машину. Все это о наших дорогих и любимых мужчинах. 6 октября отмечается Международный день мужчин. Так пойдемте собирать поздравления. Я желаю всем папам здоровья, счастья и не ссориться со своими детьми. Счастья, добра, силы, чтоб не пили. Мы хотим передать всем, не знаю, горы позитива, потому что сейчас со связи с коронавирусом и вот этой вот всей грустью, которая пустилась на людей, хочется видеть улыбку, счастье в глазах, не знаю, в поступках и так далее. Так что надеюсь, что ваши дети, родственники будут дарить вам много позитива и вы будете чувствовать себя счастливыми. Мужчины дорогие, любимые, ну что вам пожелать, чтобы, наверное, вы были добрыми все-таки немножко, ну и счастливыми с нами. Здоровье в первую очередь очень актуально. Ну и, как всегда, достатка, благополучие. Ну и всем мужчинам, конечно, города, Сарова и нашей Родины. Мы желаем мужчинам, чтобы они оставались такими же сильными, смелыми. Заботились о нас, нас защищали, были здоровыми, крепкими. И главное, чтобы всегда удача сопутствовала им во всем. Чтобы любили женщин своих, чтобы меньше увлекались. Сами знаете, чем. Терпение, терпение, еще раз терпение. Вот этот человек, видимо, знает, о чем говорит. Пойдем дальше. Ну, здоровья, счастья. Счастья, здоровья и чтобы любили женщин. А вы что? Ну, я присоединяюсь, чтобы тоже были здоровы и любили женщин. С праздником, дорогие мужчины. Что-нибудь пожелаем? Быть адекватнее. Потому что сейчас это невероятно важно, учитывая положение всего в мире. Дорогие наши мужчины, наши защитники, от души вас поздравляем с праздником. Будьте здоровы и счастливы. И делайте счастливыми своих женщин. Поздравляю всех, всех мужчин с праздником. Желаю здоровья, счастья, благополучия во всем. Дорогие мужчины, мы, женщины, иногда чуточку бываем неправы. Но мы все равно вас очень любим и ценим. Спасибо, что вы у нас есть. С праздником, дорогие. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. Это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!